Спецназ отметил 73-ю годовщину, но подарок в профессиональный праздник получили отнюдь не бойцы элитного подразделения, а маленькая девочка. Аня написала письмо солдату, которого она увидела по телевизору. На передовой всегда приятно получить такую весточку с родины, пусть даже и от совсем незнакомого ребенка. В ответ же на письмо боец прислал четеньке плюшевого чебурашку. Я написала флаг России, чтобы оно хранилось у своего сердца. А как думаешь, вот твое письмо, оно защищает бойца? Да. Оно защищает его сердце. Письмо дошло, и боец спецназа Забайкальского края нам ответил. Нам пришло от него видеописьмо, где он благодарил Анечку и говорил, что обязательно с ней встретиться, и купил ей подарок. И вот мы дождались подарок. Так что у военных все по-настоящему. Сами же бойцы войск специального назначения, а также молодежь из различных патриотических движений отметили этот день забегом в поддержку СВО. Дистанцию от площади Ленина до мемориала бежали и те, кто совсем недавно вернулся с передовой. Например, оператор БПЛА Андрей Лин. Он получил ранение под углидаром при выполнении задания. Как бы, да, тяжело, но мы своих не бросаем. Меня вот, наверное, не видели. Ребята помогли вот до финиша дойти. Как бы, ну, это самое главное, что у нас один за одного и все за всех. Ну, под конец, когда у меня уже отказали вот здесь вот ноги перед финишем, они просто взяли меня на плечи и как бы помогли дойти до финиша. Ну, наверное, то, что вы проходили там за лентой, это смешная дистанция? Ну, там норма была, так, 26-28 километров полной боевой выкладки. Но бегать там приходилось не большие дистанции, но очень-очень быстро. По прибытию на финиш участники акции возложили цветы к вечному огню в память о тех бойцах, которым уже не суждено вернуться домой. Всего в митингах на площади Ленина и мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев приняли участие около тысячи человек. Даниил Батвинский, Антон Носов, РТК Забайкалья.